Здравствуйте дорогие зрители! Наконец-то сегодня завершилось очередное очень интересное сравнение на которое я затратил достаточно долгий промежуток времени так как этого требовали условия теста Сегодня мы увидим, не побоюсь этого слова, эксклюзивный контент В серии выпусков мы сравним чистые базовые масла от мировых производителей таких как ExxonMobil, Chevron, Nextbase Также пакет присадок Infinium и один из самых продвинутых полимерных загустителей сейчас на рынке это Avonik, который производится в Германии Но как вы понимаете, обычному человеку никак не найти такой комплект Все это стало возможным благодаря компании Extreme Я обращался к нескольким компаниям, но только они решили поддержать меня в этом проекте за что я им очень благодарен Кто не в курсе, данная компания изготавливает моторные масла в числе которых есть и обычная недорогая синтетика из гидрокрекинга с небольшим добавлением эстеров Также есть смесь из 40% ПАУ и гидрокрекинга опять же с добавлением этих же эстеров И топовый продукт, который содержит в своей основе только ПАУ и эстеры Так что выбрать можно на любой автомобиль масло и на любой бюджет К сожалению, на заводе немного недопоняли, либо перепутали и отправили мне трехъядерный молибден вместо полиэстеров Не путайтесь с устаревшим десульфидом молибдена Этот более совершенный Молибден добавляется в очень низком процентном соотношении И в моих сравнениях он никак не повлияет на результат Ну ладно, все же все мы люди Так что давайте начнем наши долгожданные сравнения Я решил разделить на несколько частей данный ролик Во-первых, это немного мне облегчит монтаж видео Во-вторых, каждый посмотрит то, что его лично интересует Хочу сегодня начать со сравнения реакции базовых основ на резинотехнические детали На герметик и на пару металлов Алюминия и меди Ходят много слухов, что ПАО сушит сальники, прокладки В связи с этим возникают утечки масла Я приготовил равные по внешнему и внутреннему диаметру резиновые трубки и резиновые шайбы Также подготовил герметик Снаружи он уже достаточно подсох, но внутри еще нет Вначале я все уложил уже Хотел уже залить Но позже решил прикрепить герметик к трубке И потом произвести сравнение Будет имитация установки свежей прокладки Заодно посмотрим, как приклеится герметик Вернее, с каким усилием он будет отклеиваться после всех испытаний Заливаем все чистыми базовыми основами Как вы видите, они совершенно прозрачны и на вид их сложно определить Некоторые из вас подметят, что банки наполовину опустили Это связано с тем, что до этого я проводил еще сравнение Но в результате монтажа вы их увидите в другой части Ну, конечно, про эталонные образцы я не забыл Тестируемые образцы будут сравниваться именно с ними После пары дней в таких же условиях ничего особенного визуально не произошло Масла не потеряли цвет и резинки в пау не сжались Теперь попробую нагреть образцы до адекватной температуры Постараюсь не превышать порог в 150 градусов Как вы можете наблюдать, началось небольшое изменение цвета Забегая вперед, скажу лишь, что это не связано с деградацией и деструкцией масла Так как в другом сравнении будет превышен порог этой температуры Там будет масло в чистом виде То есть база будет чистая, без каких-либо добавок и присадок И изменение цвета не произойдет даже свыше 250 градусов по Цельсию После одного часа было решено завершить нагрев Он достиг немногим больше 160 градусов Даю отстояться маслам и через три дня произвожу повторный нагрев До примерно этой же температуры с таким же временным промежутком По завершению данного теста спустя еще пару дней смотрим, что из этого вышло По цвету гораздо темнее вторая группа Лично я это связываю с реакцией на добавленные детали Но не будем забегать вперед В пау масле видимо от герметика появилась небольшая взвесь Не знаю, видно это будет через экран Но в живую глазами это видно Такая же абсолютная ситуация и с гидрокрекингом И с минералкой Видимо это следствие толстого слоя герметика Который не смог до конца высохнуть в масле Приступаю к извлечению инородных тел К сожалению инструмента по извлечению как всегда рядом не оказалось Хотя до этого он всегда лежал и мешался рядом Имея ввиду пинцет А приходится сейчас все делать руками Но в этом ничего страшного нет Нужно подождать немного, чтобы остатки масла стекли Предварительно и визуально я не замечаю разницы Ни в цветном металле, ни на резинках Что-то со временем не особо вышло избавиться от масла Разложу все на мягкую ткань И все это хорошо пропитаю Нашел в инструментах старенький штангель-циркуль И мы и будем производить контрольные измерения Конечно это не супер точно Но разница мне кажется должна быть видна Поочередно сейчас замерю все цилиндры и все кольца И вот вам мой профессиональный наглядный чертеж Как вы видите судя по сухому эталону Вот он внизу Все трубки немного сжались Но на пау сжатия больше чем на второй и третьей группе Видимо слухи созданы не на пустом месте Смотрим результат на резиновых шайбах Результат практически одинаков Пау реально уменьшает объем резиновых деталей Но не так сильно как я ожидал Далее смотрим на наши металлические детали С виду вроде все без изменений Немного медь оттенком от сухого образца отличается все же Но давайте перевернем той стороной где был контакт металл-металл И о чудо у нас есть еще отличия Медь окистилась в минералке В гидрокрекинге это тоже немного произошло Но не в таком масштабе С четвертой группой все в порядке Тут никаких изменений По алюминиевым деталям вообще все хорошо Никакой реакции лично я не обнаружил ни на одном масле Только вот расстроилась ситуация с резиной Что она так усохла Переходим на герметик Посмотрим как он закрепился На пау он достаточно легко оторвался Но надо отметить что оторвался он не целиком Все таки часть герметика хорошо приклеилась к резинке Но внутри герметик не совсем сухой Подозреваю что в толстом слое его тяжело высушить Гидрокрекинг почти так же отклеился Но на вид пятно контакта все же меньше Также все внутри очень мягко Тоже не подсохло На минералке герметик будто вовсе не держался Вообще без усилий все отошло Еще раз посмотрите на пятно контакта Которое образовал герметик Тут я считаю что пау себя неплохо показала Ну раз экстрим не дал мне полиэстеров своих навороченных Решился я на самовольную добавку в пау Недорогих диэстеров L132 В количестве не более 5% Закинул наши сухие образцы резинок И произвел все то же самое что и ранее Прошла ровно неделя И надеюсь результат хоть какой то будет Сейчас все хорошо протру Кстати эти эстеры от CarbonFox Никакого отношения они к экстриму не имеют Это лично моя инициатива Добавить данную пятую группу базовых масел Итак произвожу замер шайбы Внешний диаметр равен 18 мм А внутренний 10 мм Смотрите у нас получились схожие данные Что и на минералке и на гидрокрекинге Сейчас посмотрим как резиновая трубка сжалась Внутренний диаметр 5,8 мм А внешний 12,1 мм Или 2 мм Смотрим наши прошлые замеры И как вы видите Даже 5% недорогих диэстеров способны предотвращать сжимание резиновых деталей на пау Пау с эстерами показала себя как обычное масло Я надеюсь что компания экстрим в будущем сможет предоставить все же свои полиэстеры Хочется сравнить именно их А у нас на очереди следующий очень интересный эксперимент Но по времени я немного не успеваю его домонтировать И вы его увидите через несколько дней во второй части Так что друзья проверьте подписаны ли вы на канал И обязательно нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новый выпуск Также я вам буду очень благодарен за оценку данного выпуска Встретимся в комментариях друзья И в следующем видео Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok